Буквально лет 20 назад, когда я познакомилась с методикой Нарбековой, когда мы начинали работать, боже мой, чего мы только не слышали, что это какой-то гипноз, что это какой-то транс. Ну, послушайте, откройте любой учебник по психиатрии, откройте любой учебник по психотерапии. Функция воображения, когда человек представляет какой-то образ, ну что же тут мистического, это функция воображения, это обычные функции нашего мозга. Ну, в общем, я очень рада, что медитацию вывели из вот этой тени мистики, и ей можно спокойно, слава богу, теперь пользоваться. Восточная медицина тоже, в свою очередь, не стояла все это время на месте, и восточная медицина точно так же сейчас интегрирует, например, есть такие направления интеграции, как нанотехнологии, вкупе с тибетскими подходами, очень продвинулись, и очень за счет нанотехнологий специалисты повысили эффективность инструментов тибетской медицины. Ну, я думаю, что вы все знаете, реанимационная помощь, экстренная помощь, эндоскопическая хирургия, эпидемиология, она по праву и очень эффективно, достойно развивается в рамках восточных медицинских культур, и усиливает восточную целостность и восточную системность скоростью. Насколько новая наша с вами медицина 21 века, так ли уж она нова, новая медицина, новая медицина, превентивная, интегральная, это новые течения. Давайте-ка посмотрим, буквально одного взгляда достаточно. Если мы вспомним земских докторов, если мы вспомним земских врачей, они, знахари и лекари, они именно работали целостно. Не было специализаций на ушных, глазных, там, кишечных врачей, сердечных докторов. Был земский доктор, был знахарь, был лекарь, и они опирались на системные интегральные подходы. Они опирались именно на эти принципы. Давайте заглянем еще раньше. Отцов нашей медицины Авиценна, Ибонсина, Парацельс, Гиппократ. И я думаю, эти имена вы знаете, они не нуждаются в каких-то комментариях. Это еще более древние. Это основа основ искусства врачевания. И до сих пор медицина их не расшифровала полностью и до конца. Им еще больше лет, чем земскому докторству. И можно взглянуть еще раньше. Древнейшие священные писания, древнейшие священные книги, которые написаны не одну тысячу лет назад, не одну тысячу, то есть не несколько веков назад, больше десяти веков назад. В древнейших книгах изложены те принципы и подходы, как сохранять здоровье, которые современная нутрициология 21 века слово в слово говорит. Новая медицина 21 века, как вы понимаете, ей не то, что много лет, ей не то, что много веков, ей несколько тысяч лет. Это всего лишь навсего новое прочтение древнейших медицинских истин.